Что-то в конце концов уже должно было произойти, но вот что именно, точно не мог сказать никто. Оказалось, всего лишь ротация министров правительства. Колоды карт на ПК выглядят следующим образом. Глава Минфина Була Джамишев сменил Бахаджана Сагентаева в Министерстве регионального развития. Последнему вполне хватает и должности первого зампреда премьера. Вакантное место главного бухгалтера моментально занял замруководителя администрации президента Бахаджан Султанов. Джамишев, он очень хороший исполнитель, он бухгалтер по существу. И когда все было хорошо, он был на своем месте. А теперь, когда надо, что называется, шустрить, это надо искать и дополнительные источники дохода, это надо искать, где чего отрезать, не трогая там такое святое, как силовики. В общем, там просто так сидеть нельзя уже теперь на бюджетных делах. Бывший пресс-секретарь второго в истории Казахстана премьер-министра Акижана Кожигельдина Амиржан Кусанов говорит, что, как и все общество, он устал от таких реакций кабинета министров на публичную порку от руководства страны. Такого рода спектакли у нас периодически ставятся, и народ к этому привык, и нет новизны, нет новации. По идее, после такого уровня критики, если уж правительство не ушло бы в отставку, но все-таки важнейшие министры, самые главные, должны были уйти для того, чтобы оправдать критику, в кавычках, оправдать критику президента, чтобы президент сохранил лицо. Впрочем, при общем кадровом и профессиональном голоде ждать решительных изменений в верхах и не стоило, считают другие эксперты. Любой ремонт системы сегодня заранее обречен на развал. Получается, что это вроде бы единственные серьезные реформы внутри самих себя, на которые решились члены правительства. Правительство, которое горячие депутатские головы не без чьей-то подсказки сегодня безбоязненно нарекли самым инертным в истории Казахстана.